Всем привет! Меня зовут Сергей, сегодня суббота, а это значит, что пришло опять время хардкорного релакса. И тетенька только что сообщила мне о том, что еще чуть-чуть и я начну дохнуть от жажды. Я не хочу уже дохнуть от жажды, поэтому я сделаю вот так и скорее всего еще сожру всех карасей, которые болтаются у меня. Да, давай-ка их себе приготовлю. Я тут прикинь, в игру зайти не успел, а уже чуть инфаркт не словил. Ну и зашел в менюшку, открывая сейф, а мне на сейфе этом написано, что типа того, что проведенное время в игре 57 минут. Вот, как бы это физически не может быть таковым, хотя бы просто потому, что у нас уже две серии в хардкоре записано, это уже как минимум 2 часа. Как минимум. Не копейка меньше. Так, титан, титан, давай я скину. Мы делаем что? Батарея, батарея. Мы делаем, я вспомнил, что нам надо было сделать. Так, не это, не это. Нам надо было сделать пушку по стрелушку, инструменты, сканер, фонарь, нож, катушка, пэта, строитель, резак. Вот. Расширенный комплект проводов. Я вроде как уже, я обещал под конец прошлой серии, что я наберу там всякой хреноты. И я набрал всякой хреноты. Зачем я делаю обычный комплект проводов? Мне нужно, мне нужно делать компьютерный чип. Образец коралловой плиты 2, золото, медная проволока. Вот оно, идет компьютерный чип. Сейчас, ребята, сейчас мы с вами все сделаем. Итак, инструмент. А расширенный комплект проводов я, конечно же, не сделал. Зачем? Вот. Вот теперь, точно. Пропульсионная пушка. Теперь мы можем брать просто, выкидывать абсолютно все лишнее и возвращаться на Аврору. Смотри, пушка есть, заряд 100%, мне его хватит. Угу, всякое-то серебро. Две аптечки я с собой возьму. Батарейку одну, у которой 100% серебряная руда, кристалл. Вот всякие ресурсы выкину. В общем, давай. Сейчас я быстренько все это делаю, и мы опять плывем к Авроре. Блин, я прямо в предвкушении. А ты там как, в предвкушении? Нет? Это же сейчас, смотри, метнуться на Аврору. Собрать все, что можно собрать, хотя, насколько... Так это Рифаспина, все хорошо. Насколько я помню, по Авроре можно ползать долго. Это же были Рифаспины? Да, это Рифаспины, и Левиафан совсем по-другому гундит. И мы сможем, наконец-то, построить уже свою базу. Я перестану мотаться по этой... Да-да, Рифаспин, все в порядке. Я перестану мотаться по этой гребаной маленькой капсуле смерти. Это что такое, кстати? Пластинчатый коралл, который не хочет добываться ножом. Вообще. Но не хочет, как хочет. И у нас будет нормальная, большая, просторная база с сундуками, не сундуками, точнее, со шкафчиками, которые не будут постоянно выносить тебе мозг своим бултыханием в воде. Со шкафчиками, которые всегда будут висеть на одном месте. Так, это что? Это, это, дай... Это ничего, а там... А там, а там пушка, не интересует. Самосканирование, давай проверим. Проведение самосканирования количества чужеродных бактерий достигло серьезных показателей. Побочных эффектов не обнаружено. Будьте внимательны к симптомам. Ну, раз, как бы, количество чужеродных бактерий уже достигло, значит, оно постоянно у меня там развивается и увеличивается. Количество это... Энергопередатчик. Так, он у меня закрыт. Закрыт. Судя по этому титану. И раз... Пушка. И раз у меня это количество постоянно увеличивается, то, значит, от меня уже не зависит, смогу я воспротивиться этому делу или нет. А здесь у нас чего? Ничего. Он даже сканировать это не хочет. Энергопередатчик, который у нас есть. Хорошо. Вниз я опускаться не буду, потому что мы видели, какой огромный злой червяк там живет. Надо бы хлебнуть воздуха. Все, блин, пушка у меня есть. Я теперь могу хренам перестрелять всех этих креветок. Но на креветок я пушку постараюсь особо не... Хотя у меня есть, в принципе, одна батарейка с собой. Да, одна батарея с зарядом 100%. Поэтому первую батарейку можно и расстрелять. Ну-ка. Где вы там? Где эти маленькие сволочи? Вон он. Иди сюда, да и не ты. Вот. Давай. Проваливай свою естественную среду обитания, больше мне не мешай. Ёптер. Собака, хоть бы каску выдали. Так, в этих ящиках ничего нету. Да, в этих ящиках я уже все обыскал в прошлый раз. Ну давай, разгребаем завал и проникаем. Я огнетушитель забыл. Ай, хрен с ним. И внутри вроде как тоже должны быть, поэтому... Кстати, а это же стол. Да, я его просканирую. Рабочий стол. Работать-то тоже надо зачем-то. Правильно, правильно. Рабочий стол просканирован. Теперь рабочий стол уходит. 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 Так. Сюда иди. Замечательно. Просто прекрасно. Хватит трясти мне экран, пожалуйста. Спасибо. Берем огнетушитель. А я ремонт... Да, я ремонт с собой взял, все хорошо, вот мне на панике. Так. Вот сейчас под глайдер, давай-ка, ЛКМ. Под глайдер я возьму огнетушитель, потому что плавать тут особо негде. Ну да, только я сказал, что плавать тут особо негде, как прямо по курсу сразу нарисовалась вода. Тушись, тушись. Я хочу, чтобы мне огнетушилки хватило на два раза. Вот, хорошо. Бляха. Сука. Все, потухнет. Потухла? Потухла. Но, на всякий случай, во-первых, еще раз пыхну. А, во-вторых, сожру аптечку. Да, аптечка, сколько она там применяется для остановки кровотечения? Мне не показывает, сколько она там останавливает. Ну, значит, она вот... Ты смотри, она опять загорела, сука такая. Ладно. Будем считать, что так и надо. Давай, короче говоря, мне глайдер. Под единичку замечательно плывем. Плывем. Блин, а здесь меня не шарахнет туком? Вообще, конечно, это очень странно, что меня не шарашит туком в такой ситуации. А, нет. Нет, здесь вроде как ничего. Здесь что-то раздракунили. Смотри, вход изменили, это сразу видно. Там нужен вообще какой-то пароль. Разрежьте, чтобы открыть. Ладно. Что, не едем? А, ну да. Я ремонтным инструментом пытаюсь разрезать. А лазерный резак где? Давайте только в рифму мне не отвечайте, потому что я в рифму ей и сам могу ответить. Кстати, КПК-ха я проморгал. Если вам нужно настроить свое оборудование, используйте станцию модификации в передней секции. Или возьмите заранее настроенное оборудование из лаборатории рядом с датакольцами. Код для дверей 6483. Вот такой вот слегка стишок. Так, а код для двери 6483. И, и, да. Приземлись ты, вот, пожалуйста. Так, ше, ше, шесть, шесть, четыре, восемь. Бляха-муха! Так, нафиг, 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 нафиг. Надо подышать. Ой, как все лагает. Ни хрена себе. Ты видел, как меня подкинуло из-за лага? Есть одна только опасность. Вот я сейчас играю в этот хардкор. Знаешь в чем? В том, что когда играешь в обычном режиме... Ага. Восемь. Три. Замечательно, открылось. Открывай. Когда играешь в обычном режиме, тебе не страшен краш игры. Но если крашнется хардкор, то уже сохраняться нельзя. И прикинь, вот взять электронный не хочу, и не работающий этот. Давай я его просканирую. Нет? Нет. Ну хорошо, давай я его возьму, поставлю дома. Большая колба для образцов. Тоже дом поставлю. Тогда, когда у меня этот дом будет. Лабораторная что? Где? Вот. Какая долгая лабораторная стойка. Это же просто тумбочка. Че-то ее так долго... Лабораторная стойка, чертеж. Потом. Не сейчас точно, потому что сейчас я задыхаюсь. Итак. Обнаружено повреждение базы данных в вашем КПК. Ваши чертежи технологии обновлены. Получен чертеж. Репульсионная пушка. Спасибо. Во, подышать. Отлично, я подышал. То есть я и так мог сюда проникнуть и особо не напрягаться. Но здесь, по ходу дела, тоже был пароль. Так что, просто так, ничего бы и не было бы. Здесь пусто. Может быть, если я сделаю лазерный резак, я теперь смогу и эти ящички вскрывать. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Руку просканировать нельзя. Ладно. Вывод в любом случае один. Вывод знаешь какой? Вывод такой, что я возвращаюсь назад и делаю лазер. Знаешь, в чем ирония? В том, что на записи не попал момент, когда я говорю, что будет очень печально, если вдруг игра возьмет и крашнется. Потому что, если она крашнется... Разломать нарост? Это не нарост, это огромный рифоспин. Че это? Че это? Че это? Че это? Че это? Дай. Че-то уплыло. А это чего? Так вот, я говорю, что будет печально, если игра возьмет и крашнется. Здесь тоже ничего. И она взяла и крашнулась. И то, что я снимал где-то последние, наверное, минут 15, на запись не попало. Но все, что вы пропустили, скажем так, это я метнулся... Куда я плыву? Вот сюда я плыву. Я метнулся просто в сторону острова и нашел еще алмаз. А алмаз требуется для создания резака. Так что вот. Сейчас мы делаем резак. И, видимо, уже утром плывем на Аврору. Наконец-то. Теперь у нас есть все. Теперь у нас есть чинилка. Теперь у нас есть ломалка. Абсолютно полный набор инструментов. И еще, кстати, всяких дохрена экзотических ресурсов я набрал. Но по самому острову я не ходил. Потому что смысла в этом, естественно, никакого нет. Магнетит, настуран, серебряная руда, алмаз, золото. Набралось его подряд. Сам остров, естественно, я буду уже вместе с вами потом исследовать. Две сигнальные ракеты. Да, кстати, капсулу еще одну по пути нашел. Блин, так обидно. Тут видишь просто в чем штука. Если ты играешь в обычную версию, например, субнафтики. Так, а давай я сделаю, наверное... Так, 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 так. Ну и, пожалуй, все. Когда ты играешь в обычную версию субнафтики, то у тебя есть возможность постоянно сохраняться. А здесь я могу сохраняться, получается, только в конце серии. Когда выхожу из игры. И все. Так, открыть хранилище, ну давай. Хотя смысла в этом нет. У меня нужно хранилище более пустое, скинуть туда всякой хреноты. Давай я вытащу отсюда. Ага, я это не вытащу. Так, ладно, я сделаю так. С этим перекладываниями аж смысле сбился. Так, все, это ушло. Сколько у меня там места? Мало. Открыть. Вот, теперь я могу его забрать? Инвентарь полон. Нет, я теперь все равно не могу его забрать. А если выкинуть титан? Инвентарь по-прежнему ты достал, а? Может, пустое я все же смогу забрать? Да. Нет. Инвентарь полон. Блин, как же это? Скорее бы уже, скорее бы уже исследовать аврору и приступить к своей нормальной базе. К ее созданию, во всяком случае. Ммм, так, что за сообщение? Это Эвери Квинс торгового корабля «Солнечный луч». Аврора, вы меня слышите? Прием. По-прежнему ничего. Эти корабли Альтеры, у них кончается смазка в двигателе. Они посылают сигнал, СОС, ты предлагаешь помощь, а они не отвечают. Аврора, я нахожусь на дальней стороне системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна наша помощь? Прием. Завтра я попробую снова выйти с ними на связь. А пока посмотрим, что поймает сканеры дальнего действия. Чертов устав, вынуждает нас терять прибыль, бегая на побегушках у Альтеры. Мужик, ты кнопку передачи забыл отжать, когда это говорил. Правильно. К черту людей, главное деньги. Ииии так. Лазерный резак у нас создан. Ой, прекрасно. В тот момент, когда я уже собрал абсолютно все на этот раз, точно абсолютно все инструменты, решил, что пора. Вот. Вот он момент, когда настанет наконец-то осуществление всех этих долгих ожиданий, всех этих надежд и всего. Как вдруг я понял, что у меня нету ни одной запасной батарейки. А на то, чтобы сделать батарейку, нужна медь. А вся медь у меня, конечно же, кончилась. Я поплыл искать медь. Вот это я нашел. Вот это я душевно нашел. Ну-ка, пошаримся. Титан. Медная руда. Хорошо. Еще титан. Медная. Опять. Замечательно. Так, ну все. Осталось совсем чуть-чуть. Бляха, воздух, 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 воздух. Тыц, 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 тыц. Отлично, успел. Все, замечательно. Я возвращаюсь назад, сейчас наделаю батарейку. Мы с вами гоним наконец-то уже окончательно и бесповоротно на Аврору. Три батарейки, я думаю, хватит нам. У нас будет, да, три батарейки за глаза и уши хватит. Тем более, ну грибы прямо рядом, конечно, растут. Я могу по-быстрому сгонять их, нарвать. Но я не буду этого делать, потому что, ну их всех в пень. Просто в пень. Я сейчас выкину лишнее. Титан, возможно, я даже выкину просто прям под капсулой. И все, и мы едем на Аврору. А пока я гонял за всякими батарейками, за всякими алмазами и так далее, мне захотелось жрать и пить. Сообщение какое-то. Ну давай. Аврора, это снова солнечный луч. Мы обнаружили большое поле обломков в ваших координатах. Я не знаю, насколько плохо, сколько вас, я не знал. Мы сейчас в пути к вашим координатам. Мы заберем вас домой. Солнечный луч, конец связи. Что еще могу сказать? У нас в шесть мест, мы даже толком не оснащены для таких случаев, что наш пилот последний раз пробовал садиться на планету на симуляторе в Академии. Это плохой расклад, но это все альтернативы. Высказался. Судя по всему, высказался. Ладно. Едим, пьем. Кстати, солнечный луч, это же... Ты понял, что за корабль? Нет? Мы этот корабль в какой-то из Сирии сбивали из инопланетной пушки. Че-то я так и не понял, какой... А, вон. Че там? Че там? Медная руда. Ясно, понятно. Румяная колыбель. Ну давай просканируем, чего уж тут. Потом опять же сядем и почитаем это как-нибудь. Комплексный представитель фауны, обитающей в пещерах. Яркая желтая сердцевина этого растения защищена жестким сплетением. По-видимому, чтобы отгонять среднего размера травоядных. Так, капсула, кстати, одна прямо у входа того. А мы ее смотрели? Вообще нет. Да, мы ее... Или нет? Нет, она плавает. Точно не смотрели? Ну-ка. Так, а аптечка сразу дай. А приманка для существ, чертеж? Всем сотрудникам Альтеры. Приземлился в районе с высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафана, очень агрессивная. Спектроскопический сканер дал с особи обозначение Женец. Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительные повреждения. Единственный приемлемый вариант добраться до безопасной зоны на месте крушения Авроры. Я добыл ящики с чертежами приманки для инопланетных существ и достаточных ресурсов, чтобы изготовить пару приманок. Плыть придется дольше, чем работает приманка. Но это как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы не найдете меня на борту корабля, считайте, что я просчитался и спасайтесь. Да. Пацана, скорее всего, Левиафанчик-то и съел. Блин, а мне вообще повезло, что эти Левиафаны... Ой, как же здесь неуютно все же в темноте, это капец. Мне очень повезло, что Левиафаны пасутся в основном на глубине. Если бы они приплывали к поверхности, это была бы прям беда. Быстрее, быстрее добраться до Авроры, быстрее добраться до... Вот у меня есть какая-то такая фобия в реальной жизни, я имею ввиду. Я не знаю, с чем это связано. Почему так? Но я как бы не боюсь плавать, я не боюсь глубины, я не боюсь воды. Я и так очень далеко заплывал и с аквалангом, собственно, нырял. Но вот когда ночь и подо мной глубина, это вообще просто песец. У меня разум прям перекрывает. И это переходит и в игру, это переходит и в субнафтику. Когда я плыву где-то на открытом пространстве, мне срочно хочется прижаться поближе к какой-нибудь поверхности, выплыть на отмель, потому что меня аж всего корежит. Любой несанкционированный, так сказать, незапланированный всплеск где-то рядом со мной, и я аж подпрыгиваю. Ну, вот он, момент истины. Давай, пилить! Батарейка у нас до хрена, у нас всего до хрена. Я единственное, что не стал в этот раз подбирать те колбочки, которые валяются в лаборатории в Запоролиной. Если место в инвентаре останется, когда мы закроем, закончим с исследованием Авроры, тогда, может, я их заберу и хрен знает зачем притащу домой. Но вдруг понадобится, а чё бы и нет-то, серьёзно, так дай-ка я пыхну воздуха маленько, потому что хрен его знает, насколько там сейчас придётся занырнуть. Возможно, что очень-очень-очень надолго. Я не хочу умереть от того, что я задохнулся. Я вообще умирать не хочу, потому что это хардкор. Будет очень обидно, сейвов у меня нету. Бляха! Аккуратнее там, ну! А-а-а, данные чёрного ящика, да хватит там! Я не понимаю, о чём он говорит, поэтому я просто прочитаю это. Значит, манёвр гравитационной прощи вокруг планеты много букв цифр. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал бествия отправлен на прослушивающий буй корпорации Альтера. Обнаружено попадание. Защита ядра привода повреждена. Отсеки спасательных капсул по правому борту повреждены. Начата экстренная эвакуация. Аврора входит в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар, основные сети отключены. Постанализ. Энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетарной обороны. Местоположение источника импульса рассчитано и загружено. Трансляция сигнала бествия успешно запущена. Ответ от корпорации Альтера получен спустя 8 часов на высокоприоритетный терминал в каюте капитана жилой отсек. Итак, каюта капитана жилой... Ай-ай-ай-ай-ай. Каюта капитана жилой отсек. Вот куда нам предлагают двинуться в самую первую очередь, потому что там получен ответ от корпорации Альтера. Где чего? А здесь хрен его знает. Персонаж, по-моему, стал очень много хотеть есть и пить. Потому что я выходил практически с полными запасами того и другого. А сейчас, смотри, ему опять пить надо, есть надо, все ему надо. Так, давай всплывем. Ага, хорошо. Хорошо, никаких селедок здесь нету? Нету. Замечательно. Можно мне дыхнуть? Ага, я дыхнул. Хорошо. Надо как-то миновать это электричество. Не сдохнуть при этом. Ага, замечательно. Миновал и не сдохнул и... И попал, в общем-то, туда, куда надо. Давай залезем. Так, там есть проход наверх. Давай-ка мы все расчистим. Смотри, дверь еще, которую можно... Ну, давай сразу ее просверлим. Да, у меня уже еда моргает. Уврежденные провода, используйте ремонтный инструмент. Ну, ладно. Я думал сейчас взять и высвырлить все нахер. Ремонтные, поехали. О боже. Вот они. Технологии ремонта будущего. О-о-о. Ну, тушить там, по-моему, смысла нету, поэтому я этого делать не буду. Когда воды и еды у меня где-то процентов 25 останется, тогда мне срочно надо будет валить в сторону базы. Батарея. Потому что... Что-то я здесь особо ни еды, ни воды не вижу. Вот, вода, кстати, да? Да. Но еды-то все равно нету. Чудненько. Либо давай я просто постараюсь ускориться и, возможно... Батарея. Возможно, мы и так все успеем. Возможно, придется делать все в две ходки. От Хаггинс Камоу Вилсон. Ты говоришь мне, что за эти прошедшие 13 месяцев тебе не доводилось бывать снаружи, так вот, теперь у тебя есть свой человек в отсеке робототехники. Нам совершенно нечего делать, пока мы не доберемся до звезды и не начнем работать над воротами. Если хочешь раздобыть меха и попробовать звезды на вкус, только скажи. У меня тут есть самый настоящий костюм креветка, специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздробишь астероид собственными голыми механизмами. Механически усиленными руками. Если он тебе нужен, приходи в мою каюту. Кот 1869. Мне он определенно нужен. Кот 1869. Спасибо. Я запомнил. Так, еще КПКХ. Поиск и спасение. Экипаж монгольского судна Дегази. Рука фариадный. Контактное лицо. Эмиссар Джучи Хасар. Пассажирский отсек Авроры. Комната 4. Краткое описание задачи. Монгольское судно Дегази пропало почти десятилетия назад. Страховой отдел корпорации купил право подняться на борт Авроры для эмиссара Хасара. И вам следует приложить все, чтобы не сдохнуть от кислорода сейчас. В смысле, от его отсутствия. Угу. А, вам следует... Где это было? Приложить все необходимые усилия, чтобы найти при необходимости вернуть экипаж Дегази без ущерба для основной миссии. Аврора должна выполнить маневр гравитационной прощи. Вокруг планеты. Это мы, кстати, видели. Угу. Пассажирский манифест Дегази был разослан старшим служащим в виде отдельного пакета данных. Понял, да? Куда летела Аврора и что ей надо было делать? Конечно, описание не полное, но... Здесь больше нихрена, да? А, так, давай. Ну, правильно, да. Давай чинить. Вот так вот, поехали. Еды, в принципе, еще... Ну, на какое-то время хватит. Минут на 10-15, я думаю, точно хватит. А там, если что, ноги в руки и назад. Блин, надо же было хотя бы батончики какие-нибудь с собой взять. Что-то я не подумал. Несобранный побежал такой. Так, что у нас здесь? А, коробка, коробка. Есть что пожрать? Батарейка. Я не хочу жрать бат... Открой ты, блядь. Вот. Я не хочу есть батарейку. Батарейки невкусные, батарейки кислые. Начнем с этого. Так. А чего у нас тут? Опять водичка. Главное, почему здесь везде до хрена... Что? Что тебе не так? Что? Что случилось-то? Что со... Ах ты, сука, маленькая! Маленькая ты, пиявочное говно! Ну-ка, иди сюда. Я тебя сейчас сожру! Бляха-муха, ты понял? А мне ведь даже анимацию не показали, что это маленькое дерьмо ко мне присосалось. А я-то перепугался. Я думал, что все. Вот она и смерть. На третью серию. Думал, что-то багнулось. Но нет, ничего не багнулось. Поврежденные провода опять. Давай, поехали. Маленькая злая креветка. Ну-ка. Никого? Вроде никого. Да, никого. Так, рабочий стол. Да, я же его не просканировал еще раз. Вот теперь просканировал. Рабочий стол. Хорошо, рабочий стол у меня есть. И... И... Компенсатор давления для мотылька у меня теперь тоже есть. Это же для мотылька? Да, здесь висит раздраконенный мотыльок. Значит, это для мотылька. Пусти меня, пожалуйста, вперед. Спасибо. Вроде как больше здесь особо ни хрена. В мотыльке этом раздраконенном шариться смысла нету. В шкафчиках. Шкафчики неоткрывабельные. Ладно, компенсатор мы здесь забрали. Давай попробуем еще раз пройти сюда, где эта злая креветка меня покусала. Питательный батончик. Батончик, батончик. Весьма питательный. Все. Вот теперь, ребята... Блядь. Где оно? Вон еще одно я вижу. Блин, ни хрена их тут, а? Все сдохли? Не все. Вот теперь все, да? Да, это уже труп. Вот их тут понахрена чего-то, сволочей. Кровососы, бляха-муха. Сколько у меня аптечек? Две штуки еще есть. Так. Здесь же никого больше? Вроде никого. Так, ящик уходи. Мне... Мне сюда как? Забраться? Просто так зайти же можно, правильно? Да, просто так зайти можно. Это хорошо. Сука. Здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Ну давай, пробегаем. Пробегаем, пробегаем, пропрыгиваем. Хорошо. Пробежали, пропрыгнули и оказались где? Хрен его знает где. Вон смотри, проход там на второй этаж. Здесь прохода никуда нету. У нас есть еще один пароль. Что ты хочешь просканировать? Прожектор? Осветительная мачта? Ну давай. Так. Ну просматривать мы это не будем. Двигатель циклопа, кстати. Вот здесь надо очень внимательно и хорошенько все посмотреть. Возможно, просто мы даже не будем строить мотыля, мы построим сразу циклоп. У циклопа в любом случае, циклоп это мобильная база. Хоть он намного медленнее, чем мотыль. Но все равно... И да, кстати, с последним апдейтом там и циклоп про апдейтеля. Посмотрим потом, когда его построим. Там ничего? Там вроде ничего, да? Меня не убьет? Надеюсь, что нет. Главное только тут же это... Тут же пароль. Так, а тут? А тут опять вода. А тут... Окей. Это был очень странный пароль. Возможно, он просто применился автоматически, а возможно, тут... Ни хрена особо... Чё, батарея? Ни хрена вот эта, да, батарея. Системы работают на локальном источнике резервного питания. Удаленная загрузка данных черного ящика недоступна. Так а на кой хрен мне удаленная загрузка данных черного ящика, если мы совершенно прямую загрузку данных черного ящика уже сделали? Уходи. Уходи. Ух, а... Не уходит. Вот собака. А как мне туда проникнуть-то, если эта дрянь отсюда не откидывается? Там же вон, смотри. Там точно можно пройти. Эй. Ящики, уходите. Ящики, я с вами не дружу. А им насрать, что я с ними не дружу. Ага, стол скинул. Всё, замечательно. Да, дай ты мне эту батарейку. Спасибо. Фрагмент пропульсионной пушки. Да на кой хрен он мне надо? А репульсионная, репульсионная пушка выдана. Беркли. Дрон, откалибровать внешние сенсоры. Сенсоры в порядке. Я немного подправил языковой интерфейс. Попробуй поговорить с ним, как с обычным членом экипажа. Датчики откалиброваны. Беркли. Дрон, ты дурень. Я знаю, это не твоя вина, но пожалуйста, забери у меня эту штуку и принеси мне пропульсионную пушку. Заранее благодарю. Выдана пропульсионная пушка. Спасибо. А теперь убирайся. Переход спящий режим. Беркли. Все эти настройки это продуктивное использование ваших профессиональных навыков. А ГТД? Что такое ГТД? То ТГД, то ГТД. Тгдым, тгдым. Они занимают меня делом, пока мы не доберёмся до звезды. ТГД, ТГД, ТГД. Хрен его знает, кто такой ГТД, ТГД. Музончик заиграл. Так, там есть выход, а тут есть коробка, в которой есть батарейка. Сюда я. Ну-ка, отдай-ка мне огнетушитель. Пройти-то мы сюда пройдём. Вопрос в том, какой ценой. Огнетушитель, кстати, сейчас я, получается, на один раз мне его осталось. Ай, сучка. И всё. Если дальше где-то что-то загорится, то, как бы, никого это не волнует. Стул. Почему бы и не взять стул, тем более вращающийся? Это удобно. Урна. А урна это гигиена и санитария. Чё ты так долго урн-то сканируешь? Это же просто урна. Или это хай-тек урна? Так. Заявлены фазовые врата для рукава Ариадны. Альтера запускает Авруру. Пределы освоенного космоса раздвинулись дальше, так как корпорация Альтера запускает совершенно новое капитальное судно, которое понесёт фазовые врата в рукав Ариадны. Аврора отправится из космического дока на краю пространства. Не трясите, пожалуйста, я читаю. Альтера совершил сотни последовательных прыжков через фазовые врата через владение девяти различных трансгосударств и окажется на дальнем конце рукава Ариадны за три месяца. Оттуда экипаж поведёт судно за последние фазовые врата, достигнув следующей звёздной системы приблизительно 18 месяцев спустя. Там отборная команда инженеров начнёт шестимесячный проект строительства новых фазовых врат, в которые были вложены многомиллион-многотриллионные инвестиции и кредитов. В связи с отсутствующим существующей инфраструктурой в регионе судно оборудовано современным терминальными и ядерными источниками энергии термальными. Корпорация Альтера на данный момент управляет 9% всех фазовых врат в галактике. Если миссия Авроры окажется успешной, Альтера обгонит клику монгольских операций, управляющую рядом станций и шахт в регионе. Вот так. А, 18.06, день рождения Ким, 22.11, мой 40 недель прежде, чем мы доберёмся домой, 400 недель по ощущениям прежде, чем мы доберёмся домой, куча кредитов, ради которых я это делаю, 14.54, код от грузового отсека. Спасибо. Всё доходчиво. Плакат, давай сюда. Не знаю, зачем он мне нужен, просто я его заберу, потому что он висел где-то здесь. Всё, эту мы каюту тоже осмотрели. Давай посмотрим сейчас этот выход. Мы же ещё в один коридор, там внизу не сходили. Надо будет обязательно в него вернуться. Но это тогда уже потом. Потухни. Спасибо. Вот, спасибо. Так, бляха-моха, как здесь всё раздраконено. Креветки. Огнетушитель, кстати, свеженький. Аптечка. Ну, давай. Пошёл отсюда. Где? Дружище его был. Утёк. Ну и хорошо, что утёк, по большому счёту. Так, а здесь у нас... А чего у нас здесь? Раньше здесь можно было как-то по текстурам пробраться... Ой, тихо. Текстура продрачная. Так, я понял. Здесь я сползаю вниз. Пусти меня назад. Здесь как-то можно было по текстурам пробраться куда-то. А сейчас, я смотрю, тут особо никуда уже не проберёшься. Ну-ка, дай-ка мне вот это. Вон здесь прямо она и начиналась, и куда-то туда вела. Так, проход вниз. Ясно. Кажется, я отсюда могу только упасть вниз, и всё. И на этом моё приключение закончится. Или нет? Или я могу всё же здесь ещё пройти? Походу, могу. Точно могу. Хорошо. А, водичка. И всё. Только водичка, только водичка. Что ещё здесь есть? Я вижу, там есть креветки. Как же они, чтобы они были живы-здоровы? Так, пошёл отсюда. Иди сюда, иди сюда. Иди, давай, подходи, креветка. Да, блин. Замечательно. Верни фонарь. Импровизированный. Так, ещё одна. Ишь ты, сидит он в засаде. Вода. Блин, такое ощущение, что на этой самой, на Авроре, никто особо ничего и не ел. Но пили все безостановочно. Где тут ещё была креветка? Вон она. И, креветка. А можно я тебя пожарю, а? А чё-то ей наплевать, что я её жарю. Ладно. Тогда уходи. Раз ты такая огнеупорная. А чё, прикольно было бы, да? Взял её сразу, пожарил, захомячил. И куча проблем решена. Господи, это что сейчас было? Он как-то очень странно двигался. Уходи в огонь, а? И не приставай ко мне больше. Здесь, по-моему, больше ничего нету, да? Ящики. И всё. Где он там свистит? Вон он. Энергоячейка. Ну, энергоячейка это дело тоже хорошее. Кстати, а что это за место? Что это, получается, за вход такой? Уходи. Его же раньше, по-моему, и не было. Ушёл. Ушёл. Не было ведь? Не было. А, ёптыш, это же... Всё, я понял. Я сначала подумал, что здесь какой-то принципиально новый вход придумали. А тут смотри, как оно. Вон, та точка, через которую я сначала зашёл, а здесь, получается, просто вторая точка входа появилась сразу на второй этаж. Что тебе надо от меня? Иди отсюда нахрен. Вот так вот мы внезапно и поняли. Там под водой что-то светится. Там... Тихо. Там что, левиафан, что ли, у поверхности? Нет. Вон там весь что-то болтыхается. Или... А, это просто савроры всякие ошмётки в воду летят. Скорее всего, да, так и есть. Короче говоря, ладно. Если зайти внутрь и идти направо-наверх, то ты просто опять выйдешь на поверхность, на другую дорогу. Давай сделаем... Так. Мы пойдём в следующий раз. Там на развилке налево. Там же надо всё же добраться до реактора, починить всё это дело. Но сейчас я иду назад. Я иду назад запастись шоколадными батончиками. Воды у меня, в принципе, до хрена. Отличиться я тоже могу прямо сейчас. Запастись батончиками. Они у меня есть в капсуле. Запастись водой. И в следующий раз уже с водой и едой мы вернёмся на Аврору со всеми инструментами. И я думаю, наконец-то уже целиком и полностью закроем её исследование. Вон, смотри, креветки тонут. Ну, а пока что всё. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»